Приветствую вас. Как мне видится, вы склонны вмещать все в одну кучу. У вас здесь работа и отношения с мамой, точнее ее сценарий. И то, что подумают другие люди, то есть, ну, переживания по этому поводу. И, собственно, стресс из-за парня, который в армии, соответственно, признаки сказки. Скажем так, признаки эмоциональной зависимости от него, ну, как это видится мне, конечно. Вот. То есть, все это вы вмещаете в одну кучу. Это не самый лучший и не самый правильный расклад для решения своей проблемы. Потому что, во-первых, депрессия, даже если она у вас и есть, диагностируется врачом. И назначается соответствующее лечение. Вот. Соответственно, если у вас депрессия, то всем остальным вам заниматься нельзя. По крайней мере, до тех пор, пока не будут восстановлены, как бы, ваши установки, пока вы не будете чувствовать себя, ну, скажем так, более комфортно. Пока вы не будете так сильно переживать из-за того, что с вами нет вашего парня. То есть, первая рекомендация будет и, соответственно, первый элемент ответа на вопрос, что вам делать, как быть в такой ситуации, это обратиться к врачу. И обратиться сейчас, пока вы находитесь в городе. Потому что за городом это будет сделать гораздо сложнее. Ну, и качество медицинской помощи тоже за городом оставляет живот лучше, как правило. И, соответственно, если у вас депрессия, то пройти лечение. Далее. Отучилась два года на специалиста банковского дела. Хорошо. Зачем? Зачем? Зачем учились на специалиста банковского дела? Для чего именно вам, для чего лично вам это нужно? Ну, с какой целью? То есть, очевидно, что банковское дело – это весьма серьезная профессия. И если вы не чувствуете к ней тягу, например, то заниматься им не стоит. Так зачем же вы учились на специалиста банковского дела? Чтобы что? Чтобы заработать денег? Или потому что вам нравится профессия? Для чего? Вот об этом я для начала предлагаю вам подумать как следует. Потому что, ну, есть, на мой взгляд, определенные проблемы у вас. Именно в... Восприятии того, что вы делаете. Именно в отношении того, что вы делаете. Дальше. В конце июня пошла устраиваться на работу в Сбербарк по специальности. Там мне стало тяжело продажи на ногах везде и не т.д. Ну, да, тяжело работать, безусловно. А что вы думали? Вы думали, будет легко или как? Почему вас так удивляет, что на ногах весь день? Вы на все рассчитывали, когда в банке шли устраиваться? У вас какие ожидания-то были у вас самой? Ну, вот. Я, конечно, с банковским делом не знаком, но банк и продажи. Вы ничего не путаете? Конечно, моден быть. Но банковское дело это не продажа. Тем более Сбербанк. Здесь, на мой взгляд, тоже есть какой-то, ну, такой, знаете, момент несостыковки. То есть нужно, чтобы вы как-то определили, и теперь уже чего вы от работы ожидали, чего хотели, чего ждали, что нужно-то было. Вот. Потому что, да, на работе тяжело, но это нормально. На любой работе по началу тяжело. Потом привыкаешь постепенно, как бы втягиваешься, адаптируешься и становится легче. В вашем случае ситуация развивалась как-то немножко странно. Вы столкнулись с трудностями и... После этого ходили на собеседование в другие компании. Зачем? Для чего? Какую цель преследовали опять же? Ага, там мне тоже много чего не понравилось. И это нормально. Это нормально, понимаете? Везде вам будет что-то не нравиться. Везде. Это абсолютно нормально. Но вы на работу приходите работать. Вам не давно нравится на работе. Все. 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 Все и все. Понимаете? На работу люди приходят работать. И как бы здесь вот тонкость вся в том, чтобы вы для себя определили, а чего я так хочу вообще. Я на работу с какой целью прихожу? Наработать деньги, развиваться, преобразовать какие-то навыки для последующих целей, для последующих задач своих. Или что? Зачем я приходю на работу? Чего я ищу? И если вы ждете, что вам будет все нравится на работе, то у вас несколько идеализированные представления о работе. Это работа, это развлечение. Понимаете? Все нравится, можно только на отдыхе, развлечение. Когда вы покупаете какой-то товар, например. Это да. А так, это работа, это дело. Тут нравится, что не должно. Дальше. Идем. Вы пишите, что везде стажировки по неделям в итоге к работе нормально никак не могла приступить. Но опять же, стажировки по неделям это нормально. У меня бывает полгода стажировка. Даже где-то год стажировку я видел. И что? В чем проблема? В итоге к нормальной работе не могла приступить. Так, а в Сбербанке вы же работали по специальности. И были на ногах весь день. Тогда, если вы проходите стажировку, это тоже работа. И нормальная работа. Ну, там, стажировка может быть оплачивается меньше. Но, тем не менее. Это работает. И о каком тогда приступании к работе нормальном вы говорите? Сейчас я все это время снимала квартиру. Начали финансовые проблемы. Ну, правильно. Потому что вы не работаете. Вы имеете здесь куда-сюда? Непонятно, чего вы хотите. Непонятно, что вам нужно. Понимаете? Вы для себя определитесь. Вот цель ваша. цель. Она какая? То есть, ну, вот. Когда вы не говорите о работе. Потому что, ну, пока. Пока. Финансовые проблемы – это абсолютно нормальные последствия вашей деятельности. Как вы поставили себя, так вот это и происходит. И опять же вопрос. А вы чего ожидали? Ну, вы ждали, что финансовых проблем не будет у вас? Или что? Тем более, что вы квартиру снимаете. Вот. То есть, опять же, непонятно, насколько у вас есть вот это вот предвидение определенное. Насколько у вас есть прогнозирование, развита способность к прогнозированию. Потому что, ну, вот пока, исходя из того, что вы сказали, у меня возникает ощущение, что у вас не такая хорошая способность, сколько к прогнозированию есть. Вот. Потому что, ну, многие вещи слишком для вас, они кажутся какими-то неожиданными, знаете. Дальше. Меня растила мать-одиночка, у нее тоже плохо с деньгами. А это здесь причем. Растила мать-одиночка, возможно. Но ответственность за себя несете вы, не мать, а вы. Мать. И, соответственно, нужно не о матери думать, а о себе. Не о том, кто вас воспитывал, а о том, как вы сейчас организуете свою жизнь. Если смартферы есть какие-то проблемы, если вы повторяете сценарий мамы, если вы действуете по ее установкам, да. Все это можно, в принципе, подкорректировать при желании. Все это можно сделать, все это можно исправить легко, если работать. Но все равно, понимаете, все равно это ваша ответственность. Не мама. Дальше. Так вот, я решил уехать в родное село, где родилась. Зачем? Убежать от проблем, убежать от работы. Зачем? Оно меня останавливает то, о чем подумают люди, когда я буду работать в селе, при том, что закончила вуз красным дипломом. Предлагают работу в гипермаркетах. Почему вас волнует то, что подумают другие люди? Причем вообще другие люди к тому, что делаете вы? Чья жизнь? Чья жизнь? Ваша? Или людей? Почему вас волнует, что они подумают? Почему вы не уверены в себе? Что вы не принимаете в себе, раз вас волнует мнение других людей? И что изменится в вашем восприятии, если о вас люди как-то подумают? Знаете, люди могут подумать как угодно. на самом деле. Это их право. Они вообще-то говоря, в любом случае, что-то по-другому. не могут. Но просто потому, что они по-другому не могут. Они вина были, что-то думают. Но их мысли будут варьироваться от того, насколько эти люди бедны в плане своей жизни. То есть, чем у человека беднее его жизнь, чем более интенсивно, он думает о ком-то другом. Понимаете? Вот и все. И если вас волнует то, что подумают люди, то в первую очередь вас волнует то, что вам укажут на какие-то места, на какие-то элементы, в которых вы сами недостаточно уверены. Скорее всего. Так может быть, имеет смысл не ждать, пока другие люди укажут вам на это, а самостоятельно разобраться в себе. В чем я не уверен, почему я не уверен, чего я хочу, как я могу этого достичь, добиться, достичь. Понимаете? И не важно, где вам предлагают работу. Абсолютно не важно. Была бы квартира своя, я бы так и остался в городе. Но вам никто намечает эту квартиру приобрести, если вы устроитесь на работу и будете адекватно работать. Так, лучше я буду получать те же 15 тысяч и тратить их на себя, а не на квартиру. Но в банке вы тоже не будете 15 тысяч получать. В банке вы в любом будете больше получать. Откуда эта сумма в 15 тысяч, не очень понятно. И кроме того, за квартиру вы будете платить также не обязательно 15 тысяч. В зависимости от квартиры, от условий ипотеки и так далее, цена может быть и меньше. Подскажите, как быть в такой ситуации? Вы уже сами решили для себя некоторые моменты. Вы уже сами для себя некоторые моменты решили. Вы говорите, что лучше я буду получать 15 тысяч и буду тратить их на себя, а не на квартиру. Вот это и решение. Если это все, чем вы руководствуете, то вот вам решение. Какое решение вы хотите еще в таком случае? Не очень понятно на самом деле. Потому что решение, оно вот, вы его озвучили. Если вы хотите другого чего-то, нужно разбираться с вашими целями, желаниями, установками и так далее. Вот. Равно как и с переживанием по поводу молодого человека. То есть, вполне вероятно, что вот это все, что с вами происходит, это следствие того, что вы эмоционально от него зависите. Ну, от молодого человека. И без него не можете. Вот. И страдая от нужды в нем, и не имея возможности удовлетворить потребность, которую вы удовлетворяли с его помощью, в помощи молодого человека. Вы пребываете в таком, вот, растерянном состоянии. Немножко. Вот. Ну, все это, все это, в принципе, решается, все это корректируется. Вот. Главное, чтобы вы сами для себя решили, чего хотите вы, что нужно вам, для чего, да, то есть, из чего вы делаете то или иное. Какое отношение имеет, какое значение для вас имеет работа. То есть, как вы ее воспринимаете, работа. Вот. И все. Пока работа для вас, это, ну, это что-то, что должно вам нравиться. Удовольствие от процесса, которое, по идее, вы должны получать, если вы учились на банковское, ну, на банковское дело. Вот. Если вы удовольствие не получаете, это уже, это уже проблема. Тогда нужно искать ту деятельность, которая приносила вам удовольствие. Вот. И все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.